Ярославская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Наш регион за год с десятой строчки поднялся на восьмое место среди остальных субъектов. Национальный рейтинг отражает по сути то, насколько в регионах эффективно применяются меры поддержки бизнеса, ну и, конечно, насколько там вырос объем инвестиций. Пока мы ждем комментариев по этому поводу. Ну а главным событием третьего дня Витерского международного экономического форума, безусловно, является участие в нем президента. В очном формате Владимир Путин будет участвовать только в пленарке. Остальная программа главы государства в рамках его здесь участия была заметно урезана в связи с ограничениями, связанными с пандемией. Ну а программа ярославской делегации на форуме составлялась с учетом того, что все ее участники во главе с Дмитрием Мироновым в 14 часов будут слушать обращения президента. Что касается деловой повестки, планируется, что до пленарного заседания Дмитрий Миронов подпишет соглашение с компанией «Кордиант». Фирма вложит в развитие производства в Ярославле 9 миллиардов рублей. На базе шинного завода предприятие будет производить шины для тяжелой грузовой техники. Ну а также построит энергокомплекс. Еще одно интересное сотрудничество. Ярославские судостроители сделают первый водный электрический катамаран для крупнейшего российского оператора речных круизов. О подробностях расскажу в течение дня, как и еще об одном сотрудничестве с московской компанией по производству обоев. Кроме того, Ярославская область продолжит сотрудничество с известной компанией по производству пива. Взаимодействие будет как экономическим, социальным, так и экологическим. В этом году компания намерена завершить модернизацию биологических качественных сооружений филиала в Ярославле. Андрей Децель, Денис Сахаров. День в событиях.